МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которую отдали за все эти ценнейшие предметы. Расскажите, что приехало в Екатеринбург? Марина Влади выставила около 200 экспонатов, связанных так или иначе с ней или с Владимиром Высоцким. Большая часть этих вещей, которые связаны именно и с Владей, и с Высоцким, была выкуплена для Екатеринбуржского музея и приехала в Екатеринбург. Сейчас уже все процедуры растамаживания пройдены. Более того, в музей подготовлена экспозиция. И вот буквально через три дня горожане, гости города, посетители музея, посетители бизнес-центра Высоцкий смогут все эти вещи увидеть уже лично. То есть до этого у нас был только пресс-показ, когда мы их получили. В декабре увидели только журналисты, к сожалению. Да, сейчас это будет открыто для широкой публики, для посещений. И каждый желающий сможет увидеть воочию все эти вещи. Я знаю, что при транспортировке были проблемы и на границе. Не пропускали в Россию все эти вещи Высоцкого. Почему проблемы возникли? И как в итоге удалось довезти до музея? Нет. У меня такой информации нет, что были проблемы. Наоборот, низкий поклон нашим таможенникам, которые достаточно быстро, оперативно, очень корректно помогли нам эти вещи растаможить. И мы смогли ввести их в Екатеринбург. Проблема была другая, что нужно было пройти во Франции экспертизу, и в том числе и на стихотворение, которое удалось выкупить. Да, последнее стихотворение Высоцкого. Но это тоже достаточно оперативно все было сделано. Потому что мы ставили сроки, нам хотелось к 25 января, к такой дате, все это уже получить и, более того, выставить в музеи. Ну, в общем-то, все это и получилось. Низкий поклон работникам таможенникам. Спасибо, что очень оперативно сработали. И гости города и горожане увидят все в срок 25 января, в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Давайте поподробнее остановимся на экспонатах, на самых дорогих. Понятно, что все они бесценны, но все-таки за что пришлось заплатить побольше? Ну, не секрет, что самый дорогой лот оказался. Это последнее стихотворение Владимира Высоцкого, итоговая его стоимость 250 тысяч евро. И когда прозвучал третий удар молотка, и что этот лот ушел в Екатеринбург, французы и все присутствующие в зале на этом аукционе аплодировали стоя. Единственному лоту, вот это был такой порыв эмоциональный, аплодировали стоя. Но эти аплодисменты были не столько тому, что это случилось, а тому, насколько русские ценят Высоцкого, свою историю, и что они готовы, даже за такие большие деньги, но вернуть на родину это стихотворение. И хранить эту память у себя. И хранить у себя. Хранить и передавать. И доносить, так скажем, не в частную коллекцию, не убрать под замок. Да, это будет выставлено в музее и доступно широкой аудитории. Это тоже очень важно, потому что участников было много, и многие вещи ушли в частные коллекции. Вот, например, бронзовая маска. До сих пор же неизвестно, что это за персона, которая ее выкупила. Но, по всей видимости, это будет храниться где-то в частной коллекции. И никто ее долгие годы, наверное, не увидит. А может быть и никогда. Ну, и хорошо, что такого не случилось с письмом, со стихотворением, что оно приехало в Екатеринбург, и оно будет доступно. И с другими экспонатами, за которые заплатил, давайте озвучим имя бизнесмена, который пополнил коллекцию музея имени Высоцкого. Андрей Гавриловский, идеолог создания музея Высоцкого в Екатеринбурге, по крупицам на протяжении последних лет. Мы создаем этот музей, пополняют фонд. И жалеют денег, и всячески пытаются его развивать. И вот такая появилась информация, что музей имени Высоцкого, возможно, уже к лету вырастет в два раза. Это правда? Да, да, сейчас мы это как раз обсуждаем, и Андрей Гавриловский выделяет в бизнес-центре Высоцкий еще нам площади для того, чтобы мы могли расширить экспозицию, достойно разместить те вещи, которые уже привезены. Это 37 новых экспонатов. Плюс к этому, после проведения аукциона, Марина Влади приняла решение и передала из своего личного архива нам документы, даром, безвозмездно, в дар именно музею Высоцкого в Екатеринбурге. Огромное количество документов, там более 100 документов из личного архива, и это, конечно, бесценный дар. С этим мы сейчас будем работать, и, конечно, для этого требуются новые помещения, новые места, новые витрины, поэтому у нас большие планы по расширению. Возможно, что уже на вторую памятную дату, на 25 июля, мы увидим и вот эти секретные документы. А вот такой жест щедрости, это из-за того, что Екатеринбург поучаствовал, и вот в таком огромном количестве приобрел вещи Высоцкого или нет на аукционе? Марина Влади написала большое письмо, сопровождающее вот этот свой подарок, адресованное Андрею Гавриловскому, где она объясняет, почему она передает именно ему и в его лице музею. Ну, если кратко, то среди всех участников, наверное, можно об этом говорить, кто принял участие в аукционе, наш музей, Екатеринбургский и Андрей Гавриловский. Это сделано для всех, поэтому Марина Влади, видимо, поняла, что можно доверить именно этому музею и этому человеку вот то сокровенное, то часть архива личного, который она не выставляла на аукцион, но который ей бы хотелось, чтобы это было сохранено и никуда не пропало, и выставлялось. Поэтому я думаю, что, ну, может быть, вот этим продиктовано ее решение передать именно нам эти документы. А Марина Влади никогда не высказывала желание приехать в Екатеринбург на одну из памятных дат? Говорим об этом. Я надеюсь, что, может быть, это случится. А когда? Переговоры ведутся? Да, ну, это обговаривается, да. Я думаю, что вполне возможно, то есть исключать такой вариант не надо. Вполне возможно, что Марина Влади приедет в Екатеринбург. Будем надеяться, дорогие друзья, что это все-таки произойдет, и, возможно, летом вместе с Марией рядом будет сидеть и Марина Влади. Почему нет? Все возможно. Раз мы уже заговорили о любимой супруге Владимира Семеновича, я бы хотела акцентировать ваше внимание на некоторых экспонатах, на экспонатах, которые приехали в Екатеринбург. А Марии попрошу рассказать. Уберу руки, потому что, чтобы вам, дорогие друзья, было лучше видно. Ну, у вас в руках один из экспонатов, которые были выкуплены на парижском аукционе. Это браслет, который Владимир Высоцкий купил во время съемок в Мексике, где они были вместе с Мариной Влади. Ему понравилась эта вещь, и он решил сделать любимой женщине подарок, как потом признавалась Владе. Хотя браслет Вы вот сейчас его держали в руках достаточно увесистый, на тонком запястье женском его носить, наверное, сложновато. Мне показалось граммов 500, но, может быть, это я уже... Тем не менее, Марина Владевик говорила о том, что это долгое время была одна из ее любимых вещиц, которые, несмотря на ее тяжесть, она любила носить этот браслет. То есть такая, одна из любимых вещей. А вот это что у нас? Это пальмовая ветвь Каннского фестиваля. Я, наверное, никого не обману, если скажу, что в России настоящую пальмовую ветвь мы не увидим ни в одном музее, кроме, как сейчас, в Екатеринбургском музее Владимира Высоцкого. Причем совершенно бесплатно, дорогие друзья, 25 января откроется выставка, и у всех желающих, у всех неравнодушных к творчеству Высоцкого есть возможность прийти, посмотреть, пальбоваться и послушать стихотворение. Да, в рамках этой даты, 25 января, мы не только открываем новую экспозицию с вещами, приобретенными на Парижском аукционе, но с 12 часов дня будет проходить конкурс чтецов произведений Высоцкого среди старшеклассников. Приятно, что подрастающее поколение активно участвует и отзывается на этот конкурс. В этом году у нас аудитория расширилась, это вся Свердловская область, практически все крупные, так скажем, города Свердловской области представителя своего отправляют, и это более 90 человек. То есть это хороший показатель, хотя конкурс проходит всего второй раз, но он прямо набирает на глазах обороты. Творчество Высоцкого, оно для всех возрастов абсолютно подтверждает. Каждый находит что-то для себя, что-то свое, безусловно. И ребята, когда подбирают репертуар, ну, конечно, каждый выбирает что-то для себя. Ну, чаще всего девочки берут любовную лирику, а юноши – это и военная тематика, и какие-то более серьезные произведения. Но надо отдать должное, что ребята готовятся серьезно к этому конкурсу, то есть многие даже занимаются с репетиторами по актерскому мастерству или по сценическому, по постановке речи. И когда выступает ученик, это видно, что действительно ребенок готовился, он не просто так выучил стихотворение и решил, ну, почему бы мне не пойти и прочитать его. Нет, это прямо серьезная подготовка, конкурс очень интересный. Поэтому в этот день все желающие могут еще и увидеть, и посетить конкурс, потому что музей будет открыт, конкурс будет проводиться внутри музея, на площадке. Каждый найдет что-то для себя. Мария, мне бы хотелось у вас спросить, ваше личное мнение, когда Владя устраивала аукцион, устраивала, очень много ее людей критиковала из-за того, что считала, что нельзя вот так просто продавать памятные вещи, вещи, которые когда-то с любовью дарил ей сам Высоцкий, а вот тут такая вроде бы как распродажа. Вот как вы считаете, плохо это хорошо, вот ваше личное мнение, как идеолога, директора музея имени Высоцкого? Я распродажей ни в коем случае не могу это назвать, это очень мудрый шаг, который Марина Влади на самом деле предприняла, и что бы там ни говорили, каким образом еще можно сохранить ценные наследия Высоцкого и вот эти вещи. Просто так их отдать кому-то, а неизвестно, что с ними будет. Проводя аукцион, я думаю, что Марина, как мудрейшая, мудрая женщина сделала правильно. Тот, кто потратил деньги, он никогда не отнесется к этим вещам небрежно, невнимательно. Конечно, вот возьмем, давайте, наш музей, получив, выкупив 37 вещей. Мы с особой тщательностью относимся теперь к их сохранению, к тому, чтобы они долгие-долгие годы были в сохранности. Давайте поговорим о последнем стихотворении. Это ведь маленький листочек бумаги, это очень хрупкая вещь, которая требует определенной температуры для того, чтобы она сохранялась. Освещение, это все влияет на сохранность. Поэтому это мудрый шаг. Нельзя говорить, что это распродажа. Это, наоборот, единственный, наверное, шанс сохранить эти вещи и передать. И Марина Влади на самом деле очень рада, и она много раз нам говорила, что вот эти вещи ушли, уехали на родину поэта, в Россию, в Екатеринбург, и что они будут в музее, не в частной коллекции под замком, а что они будут доступны. Увидят все, и память будет жить всегда. Мария, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы, дорогие друзья, вдохновились нашим эфиром, и обязательно 25 января придете в музей и посмотрите на все экспонаты собственными глазами. Субтитры подогнал «Симон»